Да как так? Как меня в этой игре чпокают просто без шансов? Да не сытаракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счётов, плюс 100% кредитов придёт. Пошла нагибатория. Но это, друзья, уже совершенно другая история. И всё-таки, как ты считаешь, Ракуха, этот ствол лучше, чем ТЭК-9 в своё время? Я думаю, Капитан Очевидность, что да, он очень нагибной. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги. С вами Ракутагин, Капитан Очевидность и новый ST Kinetics CPW. Пистолет-пулемёт, который порой даже может потягаться с основным оружием. Нагиб машина, испепеляющая всё на своём пути. При определённых обстоятельствах, конечно. Вероятно, лучший автоматический пистолет за всю историю существования Warface. Внешним видом своим, кстати, напоминает легендарный MP7. Отношение к нему менялось от «да, такое себе», до «а давайте-ка фиксанём, что-то он слишком мощный». Одной из особенностей данного оружия является то, что оно по-настоящему сильно именно в одиночном, а не парном варианте, как те же Маузеры. Пушка, вне всяких сомнений, будет вызывать подрыв пуканов и подрыв массовый. Но настолько ли она имбова, и какую сборку для неё лучше выбрать? Всё это разберём сегодня. Мне кажется, или этот малыш как-то слишком хорош на дальних дистанциях? Что касается дальних, Капитан Очевидность, ты немножко замахнулся. Нет, друзья. Прямо на дальних, Капитально Дальних, всё-таки Кинетикс, конечно же, просаживается. А вот на дистанциях инженера, да и таких даже полуштурмовых, эта пушка невероятно сохраняет свою мощь и пилит практически так же, как в упоре. И этим, кстати, она напоминает легендарный тот самый ТЭК-9. Девайс, который использовали даже некоторые турнирные медики. Да, некоторые использовали именно ТЭК-9, а не револьвер Р-8. Например, Николя Слейт. Он говорил, типа, а зачем мне эти понты с этими ваншотами, вантапами? Это всё ненадёжно. Ты можешь вантапнуть, а можешь и не вантапнуть. Там же всё-таки профи сидят. Попробуй вантап мне так легко в голову. То ли дело ТЭК-9. Дистанция уже не позволяет хорошо пилить с дробовика или патроны закончились. Достаёшь ТЭК-9 и пошёл жарить противников. Да и хедшоты ставила она неплохо. Кстати, этим в какой-то степени может похвастаться новинка. Она тоже при стрельбе в голову весьма хороша. И даблкилы, а порой и кружочки с неё очень даже могут пролетать. Попахивает им бой. Как она себя показывает против, например, СТК? Ну нет, капитан, очевидность. Вот многие, да, стали говорить, ой, это такая пушка. Она перепиливает основные девайсы, типа там, она может человека с СТК убить. Ребят, если начнёте одновременно стрелять, вы и у вас этот кинетик... Ну извините, если у вас СТК, у обладательства эстетики кинетика вообще никакого шанса просто не будет. А там сразу просто разрыв жопы будет моментальный. Сука, прорыв дамбы. Я, конечно, понимаю, что пушечка для второстепенного оружия вышла, ну, мягко скажем, сильной. Но, нет, ни с макпулом, ни с СТК тем более, эта пушка посоперничать не сможет. Всё-таки, это оружие второго шанса. И вот этот баланс, он какой-то определённый, с моей точки зрения, всё-таки сохранён. Как говорит народная мудрость, редька за лупы не сваще. Всё равно какой-то имбовый ган получается. Пожалуй, да. Для второстепенного оружия, это прямо, скажем-то, девайс такой имбоватый. Не будем скрывать этого факта. Однако, есть у данной пушки существенный, такой, знаете, прям вот ощутимый недостаток. Это магазин на 20 патронов. Да, друзья, к сожалению, здесь у вас всего лишь 20 патронов. 20 выстрелов. Если учитывать, что у пушки высокий темп, и неплохо бы, кстати, его ещё бустануть для максимальной эффективности, выходить уже на троих даже, часто затея, прямо скажем, дерьмовая. И тут у вас шансы будут только, если у вас очень высокий АИМ, и вы хорошо делаете так называемые переводочки, и при этом противники не очень-то круто мансят. Если всё это есть, то теоретически троих, может быть, вы заберёте. Но, скорее всего, рассчитывайте на одного-двух противников, не больше. В то же время, слишком сильно из-за этого принижать этот пистолет автоматически нельзя, потому что, извините меня, два противника гарантированно с оружия второго шанса, которое перед, ну, не шибко так, чтобы уступая основным пушкам. Это, по-моему, просто астрономический какой-то результат. А не получается ли, братан, так, что этот новый ГАН теперь лучший для всех классов? И это вопрос хороший. Лучше ли действительно этот новый Кинетикс ствол второстепенный для всех классов? Я думаю, само собой очевидно, что это лучший пистолет, точно лучшее второстепенное оружие для снайпера. И я уверен, что большинство снайперов, в том числе турнирных, будут гонять именно с ним. Вот что касается инженеров-штурмовиков, ну, мне кажется, мнения тут разделятся. Многие будут бегать с Таурусом, кто-то с Игзауром, а кто-то с Кинетиксом. И что касается медиков, мне кажется, это только мое мнение, большинство медиков выберут как раз, наверное, все-таки тот же Таурус. Однако, я бы вас, ребят, все-таки попросил попробовать Кинетикс. Почему? Потому что, если в свое время даже были ребята, те же турнирные, которые бегали с Тэком 9, и все у них прекрасно получалось, то, поверьте, с Кинетиксом будет еще круче. И я бы на месте медиков не брезговал автоматикой в этом случае точно. Ну, если говорить лично обо мне, я бы поставил точно на все классы именно Кинетикс. Ну, собственно говоря, я так уже и сделал именно так. Я поставил Кинетикс на все классы и бегать в ближайшем обозримом будущем буду именно с ним. До, как минимум, момента, пока ведут новую броню. Я, собственно говоря, и думаю, что данный пистолет введен, чтобы немного побожить, немного поимбовить, скажем так, нет такого слова, но вот как бы, поимбовать, поимбовить, уж как хотите, говорите. Ну, в общем, прямо так, подсарствовать, посидеть на троне, после чего ведут новую броню, и Кинетикс станет просто хорошим стволом. Ну, таким, знаете, реально мощным, реально классным, как раз примерно как в свое время Тэк 9. То есть он станет прямо очень классным автоматическим пистолетом. Но такого распила в тело, например, уже точно не будет. Молодый, по понятиям раскидал. Давай теперь презентуй свою супер сборку. Да легко, братишка. Итак, друзья, какая же сборка является самой рациональной, самой лучшей на данный ствол? По моей версии, но, как я понял, не только моей, по-моему, большинство игроков, я даже подозреваю, что большинство профи, будут придерживаться именно такого мнения. Сборка выглядит вот так. Как мы видим, здесь у нас гашение отдачи, множитель по торсу и, конечно же, темп стрельбы. Это три самых, наверное, годных мода на данную пушку. Мы снижаем отдачу, которая, к сожалению, здесь присутствует, как и гуляние прицела, разброс. Мы, кроме этого, повышаем темп стрельбы, таким образом увеличивая во многих ситуациях тайм-то-кил, ТТК и урон в секунду. А также мы, конечно же, увеличиваем множитель в тело, то есть урон по телу. И хочу сказать, что благодаря вот такой комбинации пушка очень легко контролируется и очень, очень для второстепенного оружия эффективно пилит по телу. Именно так. Прямо в тушку зажимаем, даже без головы, и получается реальное гаднателло. Конечно, возможно, кто-то из вас захочет там, не знаю, кучность прокачать и так далее, ну, чтобы, допустим, стрелять дальше эффективнее. Но я скажу вам, друзья, так. Все-таки это оружие второго шанса. Все-таки это не основной ствол. Пусть и он с некоторыми второстепенными не Тир-1 стволами будет наравне или даже чуть лучше, но чаще всего в серьезных замесах, на РМках, даже на пабликах, вы будете выходить против СТК, МакПула, против Гарибальди. И, ребята, Кинетикс в этом случае точно не будет лидером в таких перестрелках. И поэтому это оружие рациональнее всего, конечно же, использовать на малых дистанциях. Ну, край на дистанциях инженера, там, ближе к дистанциям штурмовика, это в каких-то уже таких безвыходных ситуациях. И если вы будете действовать именно так, то есть применять оружие второго, там, последнего шанса, именно вот в такой вот ситуации, когда дистанция небольшая, у вас кончились патроны или вот там дробовик уже по каким-то причинам не столь эффективен, вы достаете Кинетикс и в этих случаях дистанция медика и даже инженера. Это действительно, возможно, лучший второстепенный ствол сегодня в Варфейсе. И если вы будете его правильно применять, поверьте, да, во многих ситуациях он будет показывать себя действительно по-настоящему имбово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok